Александр Медведев, ветеран боевых действий, участник первой чеченской кампании, участок на территории СНТ Маяк, в свое время ему выделили как военнослужащему. Лес, природа, приветливые соседи, казалось бы, лучшего места для жизни не придумаешь. Все действительно было хорошо, пока не началось строительство ЦКАД. Приятно было, в лес ходили, малину собирали, вы помните, да, грибов было много. Потом срезали, толстые, как говорится, все ели. Вы не против, вот председатель нашего СНТ, мы, как говорится, как граждане, мы не против этого карьера, все. Но порядок за собой нужно соблюдать. Что конкретно произошло? В 2016 году на лесном участке вблизи СНТ Маяк был разработан карьер. Именно отсюда брали песок для строительства центральной кольцевой автомобильной дороги. Такие проекты всегда подразумевают последующую рекультивацию, чего не произошло. Теперь песок отсюда свозят и продают нелегально, а сам овраг постепенно превращается в свалку. У нас здесь дети, внуки растут, и экологию портить вообще незачем. Мы живем здесь, понимаете, и вот в данный момент, когда началась вот эта вот пандемия, да, то есть люди здесь спасались, просто спасались. И до сих пор спасаемся здесь. И до сих пор, и к чему вот это приведет все? То есть надо как-то либо контроль усилить, правильно люди сказали, либо заняться этим вопросом. Свалка, нелегальная торговля песком – лишь минимум из того, что сейчас творится на этом карьере. Вот, к примеру, эти автомобили, по всей видимости, украдены и разобраны на запчасти. Шины вначале стояли, они же нормальные, не разобранные они были. А вот в последнее время где-то, может быть, ну с неделю назад я сюда приходила, смотрю, уже стали разбирать. Больше уже даже, да. Также регулярно отсюда разносятся звуки стрельбы. По выходным стреляют здесь, ставят эти мишени и стоят, вот машины приезжают и стреляют здесь. Какая фирма там, что делать? По выходным. Ир здесь устроили. Если они сейчас не засыпят, то это так останется, потому что дорогу сделают, уйдут отсюда, и потом кто сюда дозавется. А потом уже чем попал, свалкой, бетоном будут вот в лес сюда возить. Мы, конечно, хотим, чтобы вот именно этим летом его засыпали. Представляете, вот зверь бежит, человек может туда упасть, и грунт уже туда сползает. Я обращаюсь в первую очередь к главе Истринской управы, потому что это его земля. Он за это должен отвечать. Вот смотрите, уже начинают машины воровать. Это кто не работает, воруют, разокомплектовывают, у кого-то горе. Поэтому порядок должен быть. Вот это мое, как говорится, требование к главе, в первую очередь главе Истринской управы. Он отвечает за эти земли. И порядок, чтобы был. А председателю я просто говорю спасибо. Она очень много сделала. И обращайтесь, подходите, и мы все подпишем, потому что беспорядок идет сверху. У меня все. Спасибо. Мы поддерживаем. Да, поддерживаем все. Председатель СНТ Марина Шпагина действительно уже неоднократно обращалась в администрацию, прежде всего в теруправление Ермолинское. Тогда ей ответили, свалки не будет. Как только закончится строительство дороги, карьер закопают. Наталья тоже обращалась в Истринскую природоохранную и областную прокуратуру еще в 2016 году, когда начали вырубать деревья. Ни из одной из перечисленных структур ответа не последовало. Мы хотим просто-напросто, чтобы это все сравняли. И мы своими силами даже можем деревья посадить. По программе, которую каждую осень или весну мы сажаем деревья. Вот губернатор наш всегда призывает посадить деревья. Вот масштабы вот этого карьера высадить вот здесь вот это вот на рекультивацию эти деревья. На это выделяются деньги из областного бюджета. А мы, местные жители, организуем всех и придем и посадим эти деревья. Эта встреча с жителями прошла на выходных, а уже на этой неделе они составили письмо, которое отправят главе городского округа Истра, начальнику Госадмотехнадзора Московской области, а также министру экологии и природопользования Подмосковья. Каким будет их ответ, мы расскажем в наших следующих сюжетах. Полина Громова, Михаил Моралов, Истра.РФ